Друзья, приветствую всех! С вами Кэп Аллатристо. Первые видео на моём канале в новом формате, потому что мне в донатили офигительнейшую видеокамеру. Кстати, никнеймы донатеров с огромным удовольствием размещу в титрах этого видео. В общем, будем пробовать, будем снимать нечто новое, помимо игрового контента. Кстати, вы знаете, что вот ютуберы, они не очень любят, скажем так, других ютуберов, которые делают видосики по играм. Даже есть такое выражение «Летсплеер хуже пидораса». Почему так говорят? Ну, согласитесь, снять сложное видео, там, постановочное, с какими-то шутками, трюками, приколами или какой-то юмористический скетч, это довольно-таки сложно. А тут человек садится за игру и такой «Всем привет! Я вот сейчас покажу вам, как играть на этом танчике!» Или просто сидит и задротит там на стриме. Это очень просто, не особого таланта, ну, как говорят, не требуется. Хотя, я тут тоже бы поспорил, но это тема для отдельного видосика. Блин, меня кусают реально комары, потому что я нахожусь на природе, здесь невероятная красотища. Это за моей спиной сейчас вот не хромотей. Вот не верите? Покажу, секундочку. Теперь мы все можем показать. Вот, смотрите, там за деревьями шикарнейшие болота, на нем растут вкусные ягоды. Их можно пособирать и съесть. Так, в прямом эфире делать не буду, поверьте на слово. Ой, черт, кусаются. Так, а вот здесь вот озеро и моя куртка, которая висит на дереве. Ладно, вернемся к съемкам видосика. Так вот, в общем, ну, что долго тянуть? Выбрались мы на природу как раз для того, чтобы немножечко пофехтовать, потренироваться. Я занимаюсь в клубе исторической реконструкции и фехтования Таненберг. Так, да-да, вот как раз наши ребята Алексей Петрик и Галина Кохваков взяли в индивидуальных боях золото на чемпионате мира по Истфеху на знаменитой битве наций. Вот, хотелось бы немножко рассказать про деятельность клуба. И вообще, мое первое видео на эту тему, ну, раз я занимаюсь фехтованием, оно мне нравится, это мое хобби. Пусть начнем, давайте, с него, а потом будет всякие другие интересные штучки снимать. Итак, если кто-то сейчас ждет, что будет рубилово там с кровищей на стальных мечах, я, ребятки, вас расстрою. Тренировки на стальном оружии проводятся очень редко по причине там повышенной нагрузки на позвоночник там, ну, и плюс это долго, нудно и в лес с собой тащить экипировку, это довольно-таки геморно. Поэтому мы деремся на гуманизированном мягком оружии, сейчас немножко про него расскажу. Вот эта штука называется Тимбара. Так, мысли свои можете при себе оставить. Я понимаю, что нужно было взять, наверное, другого цвета. Ну, ладно, какая была, такая была, расскажу. В общем, по сути дела, это пластиковая труба с некоторым слоем на ней гуманизации, чтобы, попадая по вашей бесценной тушке, вам не ломало кости, не рассекало кожу и не вырубало вас при попадании в голову. Секреты изготовления Тимбара у каждого мастера свои, там, по-разному их делают. Не буду говорить, как это делает Петрик, это его прерогатива. Именно он у нас Тимбары крутит. Но они очень удобные, у них есть баланс, то есть в районе, где должна была быть гарда, да. То есть они довольно-таки удобны, хорошо прикладисты и драться ими легко и удобно. В чем ее плюсы? Бьет она, ребята, больно. Вот реально попадает, сравнимо с ударом кулака в боксерской перчатке. Но тем не менее, она бывает сильнее, потому что все-таки рычаг больше, Тимбара прилетает, длина какая. Это бывает достаточно больновато, но она не ломает кости, ничего вам не оторвет. И все-таки фехтование должно быть через боль. Вы должны понимать, что... Ну, там можно вообще вениками драться, да, там, березами, тогда вообще будет не страшно. Ну, да вы должны понимать, если вам попало, будет бобо, поэтому защищайтесь. Вот я бы сейчас от комаров защищался бы. Будет больноватенько. Ну, в общем-то, простите, кому это не нравится, может поиграть в шахматы. И то, говорят, очень опасно, можно подскользнуться, глазом на ферзя упасть и умереть. Вот. Вот эта самая Тимбара, она не очень казистая такая на вид, потому что это чисто такой тренировочный вариант для внутреннего пользования. Там можно на продажу заказать вообще их красивые, там, в чехле, из ткани, там, с гардой, из мягкого материала, чтобы никому там зубы и глаза не повышевать. Ну, вот это клубный такой вариант, очень годный, мне не так и даже больше нравится. Итак, чем мы будем другую мутузить, мы разобрались. Теперь, как мы будем защищаться. Самая главная часть защиты это шлем, потому что голова такая штука, что лучше ее лишний раз не отбивать. Мы используем шлемы для армейского рукопашного боя, они покупные. Единственное, мы добавляем вот такой вот элемент, он, кстати, на продажу в доспешной мастерской Таненберг имеется. Это защита шеи, потому что в шею, друзья, когда Тимбар и прилетает, это получается довольно-таки больно, лучше его избегать. Ну, у меня другой вариант, я, например, люблю больше свободу перемещений. У меня вот эта штука отдельно, она повязывается на шею, но потом как-нибудь покажу в другой раз. Вообще интересно, вы меня сейчас слышите или нет. Микрофон я еще не тестировал. Ну, заодно и проверим микрофон. Вот, шлема мы покупаем, они не очень дорогие, то есть металлический каркас, который хорошо блокирует удар. И мягкие вставки, амортизационные, ну, в принципе, пробить их довольно-таки трудно. Единственное, вот есть у них узкие места, вот в края бывает приходит, но это еще надо умудриться попасть, то совсем не смертельно. Без шлема было бы плохо. Вырубить человека Тимбарой, ну, не знаю, если Петрик втащит, наверное, в принципе, можно, но не ради этого. Тут больше, чтобы сотрясов не было. Почему мы не занимаемся в металлических шлемах? Дело в том, что металлический шлем, ну, там порядка 3-3,5 килограмма вес вместе с авентайлом, вот этой вот, с бармицей, как ее еще называют. Нагрузка на позвоночник и так велика, то есть вертикальные удары вам пробивают, они амортизируются исключительно позвоночным столбом. Еще давайте сверху металлический шлем повесим, это проблемно на тренировках, особенно у нас много вот детей, таких лиц юного возраста, для их неокрепших позвоночников это проблемно. Так, ну, где меч, как говорится, там и щит. Вот как раз с эмблемой нашего клуба, польский орел, ну, или риданский орел для поклонников игры, ведьмак. Тоже щит гуманизированный, хотя я, например, на тренировках предпочитаю использовать нормальные деревянные щиты, но в лес мы их просто не потащили. Тут есть деревянное основание, внутри к нему вот крепятся вот эти вот ремешки, на которые вы держите щит, но по краям он мягкий, то есть в случае клинча, столкновения, или даже если вы имитируете профбой и кого-то в щи прописываете щитом, никого вы не вырубите, там ничего не сломаете, не травмируете. Дети на таких щитах занимаются с удовольствием, ничего друг другу не ломают, в общем, сплошная красота и лепота. Это основные элементы защиты, так сказать, и нападения. В принципе, по желанию, что еще я бы посоветовал тем, кто решил заняться... Вообще, вот этот, называют спортмеч, современный мечевой бой, вот на этом, на мягком оружии, по нему даже проводят соревнования, я бы посоветовал еще докупить на локотнике, самые простые волейбольные, вот их достаточно за глаза, и на коленники, потому что, когда попадает по суставам, больновато. Также я лично использую, вот сейчас не взял, это стеганые рукавицы и для правой руки такая вот коробка из плотного материала, но все-таки тимбарой по пальцам, ребята, больно попадает. В общем, так что вот, в принципе, и все. Сейчас, друзья, мы с вами попробуем немножко повоевать и посмотрим, как это происходит, а под конец небольшое интервью с Алексеем Петриком, с чемпионом, черт возьми, имеем право. Ну что, друзья, поехали. Итак, самый первый вопрос, который задают люди, смотрящие подобные видео, а что вообще, черт возьми, происходит? Какие-то товарищи бьют друг друга палками, кто убит, кто ранен, кто вообще выиграл, вот то ли дело средневековые турниры, там, если убили, значит, точно проиграл, вынесли тебя вперед ногами с ресталища, все, уж точно, суди, победу тебе не присудят. А здесь оба живые, бьют палками, кто победил, неизвестно. Если что, сразу говорю, и в первом и втором спарринге по очкам выиграл я, поскольку у нас спорт, это, скажем так, единственный адекватный способ определить победителя. Есть, конечно, еще в профбои, ближе к концу лета покажем вам их обязательно, у нас в Петрозаводске будут профики. Я поучаствую, если ничего такого не случится, с удовольствием снимем там видосы. Там уже другое, там можно бить руками, ногами, кулаками, краем щита и бороться, кидать противника, всячески обижать его другим способом, то есть можно просто вырубить, да, не обязательно по очкам победить. Ну, тем не менее, это спорт, ребята, и убивать никто тут никого не собирается. Если кто-то, обычно бывают такие комменты, драка гопников палками, ну, как правило, их пишут те, кто, видимо, насмотрелся красиво в голливудских кино или советских фильмах про мушкетеров, где актеры в перерыве между распеваниями песенок пытаются попасть очень красиво на камеру по клинку друг друга, а не зарядить там кому-то в щи. И поймите, фехтование это искусство нанесения ударов, не получая ответное, так сказать, взамен, и бить вы должны не по клинку противника для красоты, а бить вы должны его по башке, а это же его проблема, подставит он клинок или нет. В общем, благородные рыцари 14 века дрались абсолютно так же, даже еще круче, и пинались, и толкались, и бросали через бедро с криком за ВДВ, били рукоятками мечей, краем щита, кстати, страшный удар в том, просто замечательная штука, очень эффектная, очень эффективная. Поэтому я жалею, если разрушил чью-то мечту, но да, в реале тоже все это было довольно-таки сумбурно и некрасиво. Так вот, у нас на соревнованиях присутствуют определенные правила и требования к нанесению ударов. Два удара запрещенные однозначно, это удар в пах и удар в стопу. Ну, с первым все понятно, второй, поверьте на слово, тоже очень больно и травмоопасно. В стопе много мелких косточек, даже если их не ломает, то боль такая, приизрядная, бывает даже техническим нокаутом людей снимают с боя после попадания стального меча в стопу. К правильным ударам тоже есть определенные требования, за этим следит целых пять судей. Один судья на ресталище и четыре угловых, и то даже им не всегда удается посчитать, что же тут такого произошло, кто победил, кто проиграл. Это срачи по поводу судейства вообще, краевольный камень на подобных мероприятиях зачастую бывает. К слову, первый бой на турнире доблести и чести, меня там не то чтобы засудили, я выиграл, но с значительным меньшим преимуществом, чем было на самом деле, там судьи немножко ошиблись. Так вот, требования к правильному удару. Во-первых, у него должна быть амплитуда и сила, то есть размах в первую очередь. Легонькие шлепки кистью, ака ролевые там удары деревянным мечом, здесь не прокатят, здесь нужно именно ударить. Это первое. Второе, ударить вы должны противника не абы коснуться его мечом, как в пятнашку, а именно лезвием, то есть рубануть его. Понятно, что у тимбара лезвия нету, ну на стальном мече это лучше видно, но тимбара ориентируется по кисти, по кисти руки, по ее направлению. Ну и третье правило, черкаши, грубо говоря, не считаются импульс. Импульс от удара должен остаться в той точке, куда он пришел. То есть попали его в голову, в ногу, в руку, еще куда-то и удар должен задержаться в этом месте или вообще остаться, то есть не пролететь дальше мимо. Вот такой вот, ребята, коротенький ликбез, заодно для меня это небольшая разминка. Нет у меня опыта использования видеокамеры, единственное, что я понял, бои надо точно снимать с рук, а не со штатива, то есть нужно пиратам, нужно перемещаться вслед за берущимися, иначе в кадре вообще удержаться очень сложно. Сейчас будет обещанное мини-интервью с Алексеем Петриком. Прошу прощения за тихий звук, явно нужно покупать петличный микрофон, но для этого я и делаю подобные видосы, чтобы вы со мной комментами мне посоветовали как что лучше. А теперь слушаем Алексея Петрика. Сейчас вы видели один из тренировочных спаррингов, который проходил у нас. То есть, как вы видите, у нас используется безопасная экипировка, которая позволяет наносить удары в полную амплитуду, не причиняя каких-либо серьезных травм. Как вы видите, это очень интересно, познавательно, это развивает человека со всех сторон, то есть как из физической, так и с психологической стороны. Заняться может этим абсолютно любой желающий. Клубы, которые занимаются историческим средневековым боем, у нас есть по всей стране, во многих городах. В частности, у нас в Кондопоге есть клуб Таненберг. Кто хочет, записывайтесь, все ждем. Ну вот и все, друзья. Мои благодарности тем, без кого это видео не состоялось бы, их никнеймы вы увидите сейчас перед собой. Ну а также компании Варград за предоставленный классный рашгард и футболочку. Драться было в них одно удовольствие. Будем дальше сотрудничать. Про вообще спортивную одежду мы сделаем отдельный ролик. Алексей Петрик там вам расскажет всякие разные тонкости и моменты. Это тоже важно. Ну что, друзья, где ставить лайки и злаки вы знаете. Если еще не подписались на канал, подписывайтесь. В общем, фехтование здесь будет тоже присутствовать. И пробы пера в плане съемок именно роликов подобного типа. Я думаю, что с каждым разом они будут сниться все лучше, лучше и лучше. Все. Берегите себя. До новых видео. С вами был Кэппл Атристо. Всем пока.